Первенство Приморского края по синхронному плаванию стартовало во Владивостоке. Юные спортсменки уже успели не только продемонстрировать свое мастерство в комбинированной программе, но и отработать обязательные одиночные зачеты. Было у нас два возраста. В первом возрасте первое место заняла сборная команда Приморского края, а второе место заняла команда Находки. В среднем возрасте первое место заняла команда Кокодюш, второе место команда Находки и третья сборная команда города Владивостока. Большинство синхронисток себя ругают, говорят, своими результатами недовольны. Волнения для приезжих еще и чужая вода сыграли свою роль. А впереди еще два дня соревнований, в которых спортсменки выступят группой, дуэтом и соло. Все сложно, все ответственно. То есть ты понимаешь, что на тебе большая ответственность. Не каждому дан такой шанс выступать во многих номинациях. Наверное, соло делать даже легче, потому что если ты что-то забыл, можно симпровизировать. А группу ты там выделяться будешь сильно. Задача у девочек не из простых, поэтому первенство выявит сильнейших и самых артистичных. Их-то и отберут для участия в первенстве России, которое пройдет уже в январе. В предстоящий зимний сезон в Приморской столице будут залиты более 75 катков и хоккейных площадок. После планового объезда по ледовым площадкам специалисты управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока доложили о состоянии плоскостных сооружений, подлежащих заливке. Задача – обличить в лед все катки к концу декабря. На сегодня к заливке готовы 19 спортивных объектов. Из них 17 хоккейных коробок и 2 катка, включая такие популярные стадионы, как «Строитель» и «Авангард». Последний, кстати, открылся для горожан уже сегодня. Любители покататься уже прибывают на новый каток. А администрация города призывает жителей и гостей Владивостока провести время с пользой на свежем воздухе. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.